Это Жорж Батай. Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Общий обзор серии книг «Хомо Сакер» Джорджа Агамбена уже сейчас на Бусти. Обзор книги «Хомо Сакер 1. Суверенная власть и голая жизнь» Джорджа Агамбена уже сейчас на Бусти. В этом видео поговорим о книге Алексея Зыгманта «Святая негативность» под заголовок «Насилие и сакральная философия» Джорджа Батая. Для Батая утверждение и отрицание едины. Жизнь, как всеобщая, утверждается в отрицании жизни отдельного существа. Такое утверждение и отрицание и есть сакральное насилие – невозможная святая негативность. Посмотрим аннотацию к книге. Книга религоведа Алексея Зыгманта представляет собой оригинальную интерпретацию мысли радикального французского интеллектуала Джорджа Батая, сосредоточенную вокруг его концепции тождества, насилия и сакрального. Используя полный корпус аутентичных источников и редкие материалы, которые мало комментировались предыдущими исследователями, переписку, архивные документы, тексты радиовыступлений, автор прослеживает эволюцию этой идеи от самых ранних литературных произведений Батая до общественно-политических проектов, таких как «Контратака», «Ацефал», «Коллеж», «Социологии» и поздних околонаучных текстов. Центральным мотивом философии Батая автор считает десубъективацию, то есть разрушение субъекта ради единения с другими и мировым целым. Теперь обратимся к содержанию книги. Введение «Безграничный жертвенник», спятивший Гегель «О слове и методе». Первая глава. «Слепящее солнце насилия», «Мир, состоящий из молнии и зари», «Икар и Ван Гог, мифология и теория жертвоприношения», «Солнце как фигура познания». Вторая глава. «Первые опыты теории», «В стране кошмаров и больших пальцев ног», «Переходные концепты», «Агрессия», «Крик», «Эксцесс», «Божество скотобоин», «Гетерогенные и модели инакового». Третья глава. «Обезглавленное сообщество», «Между коридой и революцией», «Безголового принимаю в насилии», «Куда делась голова Ацефала», «Теория насилия и сакрального в коллеже социологии». Четвертая глава. «Мечта о сакральном насилии», «Всеобщая экономика», «Насилие траты и трата насилия», «Теория религии», «От греха падения к стакану вина», «Эротизм», «Заключительный синтез», «По ту сторону речи и языка». Пятая глава. «Сакральное против войны», «Накануне», «От рефлексии к экстазам», «1939-1945 война войну изгоняет», «Всего лишь тупик изверства», «Заключение». «Радость и смерть неразлучны». Библиография – именной указатель. Пойдем по периодам творчества Батая. Первые опыты писательства приходятся на двадцатые годы двадцатого века. Одна из примечательных работ «Солнечный анус», в которой он задумывается о том, что солнце совершает самоубийство в каждый момент времени, так как сжигает самого себя, чтобы давать свет и тепло. Но в конечном счете оно умрет. По этому периоду творчества Батая видно, что автор в курсе технических знаний. Аллюзии с физическими явлениями будут встречаться и в более поздних работах. В 1929-1934 годах Батая предпринимает попытку найти понятия и термины для того, чем он занимается, и каким-то образом образмерить. Если это слово вообще применимо к трудам философов, свою теорию. Но понятия скачут. Нет связи между ними и явлениями или концепциями, которые хочет описать философ. Так, понятия инакового вначале интерпретируются через и реальное, затем через низкий материализм, потом через гетерогенное и, наконец, через сакральное. Уже к концу этого периода Батай изобретает собственную дисциплину – гетерологию. И приходит к заключению, что сакральное и гетерогенное – это одно и то же. В этот период творчества Батая насилие, с его точки зрения, во-первых, это само изменение, во-вторых, это то, что изменяет, в-третьих, та сила, которая при этом производится. Сумбур в творчестве Батая первой половины 30-х годов зашкаливает. Он пишет для десятка изданий о многих вещах, бесконечно изобретая новые концепты. Во второй половине 30-х годов, а точнее 1935-1939 годы Батай открывает кружки, в которых собираются философы и интересующиеся для обсуждения его концепций. Это были колледж социологии, ацефал, контратак и другие. Его мысли вертятся вокруг головы ацефала. Эту пропавшую голову он сравнивает с головой обезглавленного сообщества и, собственно, с сообществом без головы. Как бы намекая или давая со своей стороны указания другим людям подумать об этом, а что если сообщество будет обезглавлено, не будет вождя, лидера или кого-то такого. И в какой-то момент Батай, размышляя о насилии, вывозит своих коллег по ацефалу в лес и просит его убить. В подтверждении того, что они поняли его философию. Но коллеги отказываются. Батай понимает, что его философия недостаточно проработана, если он не может пойти до конца. И также он видит, что что-то пошло не так в его сообществах. И он их распускает. В этот период Батай отказывается от всех других понятий в пользу сакрального и ясно связывает его с насилием. При этом он выделяет два уровня насилия. Частный и общий. Каждый из членов жертвует своей собственной индивидуальностью. И все вместе они приносят в жертву главу, добиваясь посредством этого абсолютной свободы. Далее наступает, наверное, один из самых тяжелых периодов в творчестве Батая. Это военный период. Он поражен жестокостью современной войны. И весь период его творчества с 1939 по 1945-1946 года так или иначе вращается вокруг войны Второй мировой. И Алексей Зигмунд пишет о том, что почти все философы, которые были во Франции в 30-х годах и которые работали в 30-х годах и продуктивно работали во время войны, как бы ложатся в спячку. То есть даже если они что-то пишут, эти философы, это что-то незначимое. И из всех философов Франции остается, наверное, только один Батай, который продолжает свою работу. Он выделяет три рода войны. Архаическая война, схожая с жертвоприношениями и сообщающая индивиду сакральный опыт потери и растраты себя в близости к смерти и насилию. Современная война, полностью лишенная жертвенного измерения и подчиненная разуму, труду и расчету. И, наконец, так называемая духовная брань, метафорическая война против самого себя и своего эго, представляющая собой мистическую, почти что монашескую практику и частично включенная в первый архаический род войны. Видимо, Жорж Батай стал первым из тех, кто заговорил о войне с самим собой. А уже после него эта концепция расползлась по другим философам. Хотя, эта концепция могла быть им подчеркнута из религиозных книг, которые он, несомненно, читал, чтобы связать свою концепцию насилия с сакральным. Так называемая духовная брань, по мнению Батая, позволяет человеку предотвратить реальные войны или ускорить их исход, как бы изжив изнутри себя. Однако, концепт духовной брани не продержался в трудах философа достаточно долго. Он сходит со сцены сразу после окончания Второй мировой войны и к нему автор уже не возвращается никогда. Он возвращается к отождествлению насилия и сакрального, который он начал развивать в предвоенные годы и продолжал развивать его вплоть до своей смерти в начале 60-х годов. Эти труды стали более систематическими и наукообразными. В трудах, которые Батай пишет после войны, выделяется два взаимоисключающих смысла насилия. С одной стороны, это качество мира, объективная энтропия, которая пронизывает всю Вселенную. При этом философское значение этой энергии в размыкании границ таким образом, что внешний мир становится для человека неразличим. С другой, насилие уничтожает границы между профанным и сакральным мирами, К которым относится, соответственно, разум и безумие, трата и польза язык и безмолвие. В книге Зыгманта разбираются три произведения этого периода. Это проклятая часть «Теория религии и эротизм». Причем, вторая из них никогда не публиковалась и существовала лишь в «Черновиках и набросках». Перед тем, как перейти к моим впечатлениям об этой книге, Упомяну о том, что у Батая можно выделить пять групп понятий, Имеющих близкий смысл и относящихся к более-менее близким концепциям. Перечислим эти понятия. Это данность, неразличимость, инаковая, переход и эффект перехода. Данность – это нынешнее состояние человека. Неразличимость – это мир природы, Где отсутствуют границы между вещами и где животные являются частью мира природы, Не отделяя себя от нее. Инаковая. Понятие «инакового» обычно выступает в роли среднего термина между данностью и неразличимостью. Неразличимость является инаковой, если смотреть на нее из данности. Переход. Движение выхода из данности и устремление в сторону инакового и воображаемой неразличимости. Движение негативности. Разрушение единичного в пользу всеобщего. Эффект перехода и переход соотносятся как неразличимость и инаковая. Однако, поговорим о, собственно, моих впечатлениях от этой книги. Одна из самых тяжелых книг, которые я читал, А возможно, что я и не... Это будет очень тяжело вспомнить, когда в последний раз мне доводилось читать Такую же тяжелую книгу по восприятию. Это, наверное, в начале десятых годов, то есть это уже больше десяти лет назад, Было «Словой жижик, кукла и карлик», когда приходилось продираться через социологические религиозные термины в этой книге, в «Словой жижике». Только лишь это мешало быстро воспринимать текст. Здесь текст воспринимается, то есть читается он достаточно легко, Потому что автор подбирает простые слова. И даже в цитатах от Жоржа Батая, когда Зигмунд приводит цитаты из книг Жоржа Батая, Это также нормально воспринимается. Но сами концепции тяжелые. То есть получается так, что есть книги, которые тяжело читать, потому что неизвестен словарь, Так называемый вокабулар, список терминов, понятий и так далее. А есть книги, которые тяжело читать из-за содержания этих книг. И у меня получалось эту книгу читать только вместе с книгой «Младена Доллара» «Голосы ничего больше» параллельно. То есть я брал Зигмунта, я брал «Младена Доллара» и читал, допустим, 10 страниц. 15 страниц из Зигмунта и потом 10-15 страниц из Доллара. Только таким образом, только с помощью такого переключения получалось не расплескать себя. Такой могу предложить термин. Потому что в момент чтения Зигмунта, особенно в первой трети, когда привыкаю к языку, к темпу книги и так далее, и нахожу удобную скорость для чтения текста, получалось так, что настолько грузит мозг чтение этой книги, что мозг начинает сбоить и уходит в какие-то отвлеченные раздумья о том, что с текстом книги совершенно не связано. Именно поэтому я во многих видео в конце отзывов повторяю, что желательно читать утром, уделять полчаса, 20 минут. Вот вы захотели какую-то книгу изучить, положите ее рядом с кроватью. Вы встали, сделали свой, допустим, утренний эмоцион. Сели, сколько успели за 20 минут? 15 страниц, 20 страниц. Успели? Успели. 10 страниц. Очень хорошо. Не знаю, как у вас обстоят дела. Возможно, положить эту книгу, допустим, в туалет и там ее прочитать, если у вас там есть место, куда положить, чтобы никто другой из ваших домашних эту книгу оттуда не забрал. Если вы, конечно, живете в своем собственном доме или квартире, а не в общежитии. Тогда, соответственно, вы приспособите мои рекомендации по чтению к вашей жизненной ситуации. И начнете читать что-то более сложное, чем билетристику. Что-то более сложное, чем детективы. Я не призываю вас начинать читать вот с таких тяжелых трудов. Но в этой серии, если у вас получится найти книгу Питера Бергера «Священная завеса», вот с нее, если вам интересно именно концепции сакрального, святости и так далее, то можно оттуда начать, с той книги, с Бергера «Священной завесы». Если вас интересует что-то из обычной философии, то, как я уже ранее рекомендовал, это Александр Силаев «Философия без дураков». Он же «Этика без дураков». Это если вы уже давно не читали ничего, кроме, допустим, то, что нужно по работе. И ваша работа не связана, допустим, с социологией, философией и так далее. На этих рекомендациях я с вами попрощаюсь. Это был обзор книги Алексея Зыгманта «Святая негативность». Следующие отзывы обязательно последуют. Ссылку на какой-то из следующих отзывов, которые уже вышли на Boosty, есть в описании. Можете перейти, подписаться, посмотреть раньше других. Некоторые отзывы доступны только для подписчиков. Но это вы, когда перейдете на Boosty, там в описании, самый первый пост. Там будет список отзывов, которые доступны только для подписчиков. Это такой бонус для тех, кто решил меня поддержать. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok